Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок! Сегодня с вами я, Паша Юрьевич Анна, и в этом коротком видео мы вспоминаем, что стоит посеять или высадить в июне. Начнем с зеленой группы, к которым традиционно относятся такие зеленые культуры, как, например, салат, укроп, петрушка, шпинат и другие виды. И укроп, и петрушка, и салат будут хорошо расти при любой погоде и любом солнечном освещении. Что касается шпината, то его лучше высевать в более затененные участки, поскольку обильное количество солнца, возможно, будет способствовать тому, что он начнет выпускать цветочную стрелку. Июнь является оптимальным месяцем, и на протяжении всего июня можно высевать столовые корнеплоды, к которым относятся морковь, свекла, репа, дайкон. При высеве столовых корнеплодов следует обращать внимание на влажность почвы, куда попадают семена, поскольку земля пересушена, нет того количества талого снега, которое могло в ней задержаться, а те осадки, которые у нас в виде дождя попадают на землю, к сожалению, быстро испаряются под высокими летними температурами. Поэтому перед тем, как приступать к посеву корнеплодов, обильно увлажняем почву и не забываем ее уплотнить. Идеальным месяцем для посева, как прямым севом семенами в землю, так и рассадным способом таких культур, как кабачки, патиссоны, тыквы и, конечно же, огурцы. Любые тыквенные культуры любят тепло, поэтому они будут благоприятно реагировать на теплый грунт, будут активно расти и размножаться. Не забываем о том, что все тыквенные культуры любители хорошо заправленного грунта, поэтому не жадничаем обязательно в посевные или в посадочные лунки добавляем соответствующие удобрения, которые обеспечат поступление будущего урожая. Хотя я и говорила, что огурцы лучше высевать семенами, собранными не в прошлом году, а как минимум семенами двухлетней давности, поступило много комментариев, что люди высевали семена прошлогодние, что у них хорошо всходили и получались соответствующие урожаи. Но селекционерами установлен тот факт, что прошлогодние семена огурца, которые легли в основу урожая этого года, дают, к сожалению, больше пустосвета по сравнению с семенами двух- и трехлетней давности. Также не забываем про бобовые культуры. Особенно про такие бобовые культуры, как фасоль овощная или фасоль спаржевая, которую мы можем высевать вплоть до начала июля, подбирая соответствующие ранние и ультраранние сорта. Также всем ценителям и любителям зеленого горошка и бобов овощных имеет смысл высевать эти культуры у себя на участках до середины июня. Я как прогноз погоды рассказываю. Если вы никогда не высаживали картофель в июне, то, возможно, пришло время попробовать. Установлено, что клубни, высаженные в мае в холодную землю, да еще на условиях, как в этом году холодной весны, чаще поражаются резактонией. Всходы не такие дружные и развитие растений не такое активное. А те клубни, которые мы высадим в начале июня, они будут наравне, а то и обгонят майский картофель при соответствующем уходе. Данное видео хотелось бы закончить упоминанием такого овоща, как капуста и вообще любая капустная культура. Что касается капусты белокочаны, то ее можно высаживать как рассадным способом, так и высевать прямым севом. Разница получения урожая между рассадой и прямым севом семян в июне месяце будет составлять в среднем 3-4 недели. Поэтому те семена, которые мы высеем до середины июня, позволят нам получить хороший, сахаристый, полноценный урожай капусты ближе к концу октября месяца, которым можно и нужно использовать в качестве капусты для квашения. Что касается таких капуст, как капуста брокколи и цветная капуста, то их лучше выращивать рассадным способом и высаживать эту рассаду не на самые солнечные участки на своем огороде, а находить им более притяненные места для того, чтобы они не выпускали цветочную стрелку. Также не забываем выращивать качанную капусту и пекинскую капусту, которую наряду с зелеными культурами можно высаживать раз в 10-12 дней, для того, чтобы обеспечить себя полезной зеленью на протяжении всего летнего периода. Оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки. Всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok